Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет! И сегодня, в день празднования крещения или Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, Великого Доносятого Праздника, мы с вами немного побеседуем об этом чрезвычайно значимом для нашей Церкви событии, одном из самых традиционно наиболее почитаемых и торжественно совершаемых празднеств нашей Православной Церкви. Ну, а также дадим себе труд ответить на некоторые наиболее распространенные, связанные с этим праздником и с теми обычаями, которые сопровождают его совершение, вопросы. Итак, мы с вами вспоминаем в эти дни события, которые описаны во всех Евангелиях, повествующих о совершениях и делах Господа нашего Иисуса Христа. Это событие, с которого начинается, ну, вообще, можно сказать, проповедь Господа нашего Иисуса Христа, начинается его общественное служение, и также получает свою наибольшую кульминацию, свое выражение наиболее яркое и значимое – проповедь предтечи и крестителя Господня Иоанна. Собственно, ради этого события Иоанна предтеча и выходит на эту проповедь, и благодаря ему он и получает вот это закрепившееся за ним высокое прозвание крестителя Господня. Итак, все евангельские события описывают это примерно одним и тем же образом, что где-то за полгода до того, как Господь наш Иисус Христос по достижении 30-летнего возраста вышел из-за вот этой тени безвестности, в которой он скромно пребывал до достижения того возраста, когда согласно правилам и установлениям ветхозаветным человек мог взять на себя высокую ответственность и высокое служение народного учителя. Иоанн предтеча, собственно, почему и называется предтеча, потому что является таким гласом правозвестников пустыни, готовит пути для будущего пришествия Мессии. Он начинает обходить в первую очередь иудейскую пустыню, всю иорданскую страну с проповедью, которая сопровождается им вот таким особым действием, совершением им крещения. Как выглядело это крещение, мы с вами примерно себе представляем, но, тем не менее, может быть, те, кто склонны представлять себе крещение как по подобию того, как оно совершается сейчас, как такое троекратное погружение с призыванием имени Отца и Сына и Святаго Духа, конечно, в данном случае будут не вполне правы. Дело в том, что крещение в том виде, в котором его совершал Иоанн предтеча, являлось скорее все-таки больше аналогией не таинства крещения в нашем современном его представлении, сколько все-таки таинства покаяния. Человек, который принимал проповедь предтечи, сутью которой, собственно, и было покаяние, покайтесья, как говорит Иоанн предтеча, ибо приблизилось Царствие Небесное, он принародно исповедовал свои грехи, ну или, по крайней мере, вслух самого предтечи, который вместе с ним входил в воду, и вот здесь, стоя по шее в воде, человек приносил искреннее раскаяние во всех своих греховных делах и поступках. Во многом такое желание исповедовать свои грехи являлось следствием той проповеди, которую произносила ан предтеча вслух всех собравшихся людей. А надо сказать, что людей приходило достаточно много. Большие толпы собирались на берегах Иордана, слушали вот эту проповедь ан предтечи, которой он располагал людей к покаянию, и затем уже совершали вот такое частное, индивидуальное покаяние в своих грехах, видимым знаком очищения от которых было то погружение, собственно, это в буквальном смысле и означает крещение, и в греческом, и во многих других языках, собственно, вот выражением, внешним выражением этого покаяния являлось погружение с головою в воды священной реки Ордан, омытие водою знаменового собою и очищение от грехов, осквернивших и душу, и тело кающегося человека, и благодаря этому возможно было то, что он полагал начало новой жизни, жизни, в которой уже старался избегать прежде совершенных им грехов, и таким образом готовился к встрече Господа нашего Иисуса Христа, Мессии и предтечи, которого являлся Иоанн. Он величайший из рожденных женами, величайший пророк, величайший провозвестник пришествия в этот мир Спасителя. Но, как мы знаем, в том числе среди вот этой толпы кающихся приходит на берег Иордана и сам Господь, и также принимает крещение от Иоанна, будучи безгрешен и не имея нужды в совершении над ним вот этого очистительного таинства. Тем не менее, он это совершает, и после того, как Господь наш Иисус Христос входит в Орданские воды, небо разверзается, глаз от Отца возвещает его божественное достоинство, и Дух Святой в виде голубя сходит на его главу. Так что это видит Иоанн предтеча и провозглашает, что вот Иисус действительно Агнец Божий, Сын Божий, и таким образом начинается общественное служение Господа нашего Иисуса Христа. Именно поэтому также этот праздник называется и Богоявлением. Богоявлением он называется потому, что в крещении Господа нашего Иисуса Христа явилось такое вот таинственное и прикровенное явление всей Святой Троицы. Сын Божий присутствовал на берегах Иордана в образе Господа Иисуса Христа, его божественное достоинство открывалось голосом Отца, и Дух Святой являлся и дополнял явление всей Святой Троицы в образе чистого белого голубя, птицы, символизирующей собою благодать Духа Святого. Но у вот этого богословского объяснения того, почему праздник имеет такое двойное название крещения и богоявления, имеется еще и вот своя такая вот история, свое историческое объяснение. Дело в том, что в Древней Церкви во многих традициях крещение и Рождество совершались в один и тот же день, 6 января. И в основном в Западной Церкви происходит вот такое отождествление, все-таки праздника Рождества с 25 декабря, а вот крещение как отдельный праздник начинает совершаться именно 6 января. Весь этот период между 25 декабря и 6 января становится таким особым праздничным периодом, и очень часто этот праздник в разных традициях имеет различные названия. И феофания, собственно, богоявления, и епифания, светоявления, и просто иногда он называется праздником светов или праздником явлений. И только с течением времени вот уже складывается та богосужебная традиция, которой мы придерживаемся и в настоящее время. То есть когда вот этот зимний праздник становится, ну, как бы соединением двух различных праздников, праздника в честь Рождества Господня и праздника в честь Его крещения. Но когда-то весь этот праздничный период имел одно общее название – богоявление. Поэтому, собственно, вот такое двойное название за этим праздником сохранилось в нашей традиции и по настоящее время. И сейчас, совершая празднование в честь крещения Господа нашего Иисуса Христа, мы также сохраняем в своей памяти и ту древнюю традицию, которая именовала вообще вот этот объединенный праздник Рождества и Крещения общим названием богоявлений. Действительно, в этот день отмечалось событие, связанное с тем, что в мир явился Господь. В этом мире явился Бог, познаваемый как человек и в то же время нераздельный от своего высочайшего, величайшего божества. Вот, собственно, поэтому и в нашей церковной памяти существует вот такое двойное название – богоявление и крещение Господа нашего Иисуса Христа. Праздник крещения может быть назван богоявлением еще и по той причине, помимо того, что произошло вот это вот явление Святой Троицы, что в этот день Господь наш Иисус Христос впервые открыто явил Себя народу, явил Себя людям. С этого момента Он являет Своё божество. Пускай сначала несколько прикровенно, но тем не менее уже первые ученики, первые апостолы познают из проповеди Анна Предтечи, что вот этот человек является агнцем Божиим, берущим на себя грехи мира, и начинают постепенно познавать его божество. Поэтому и очень известный, как мы знаем из нашей живописи, сюжет, принадлежащий Перу Александра Иванова, нашего замечательного художника, который более четверти века потратил на написание своей знаменитой картины «Явление Христа народу», в какой-то степени является выражением тоже вот этой богословской мысли. Происходит вот это богоявление. Господь впервые является этому миру открыто, как человек, берущий для себя своё высокое божественное служение. Но, тем не менее, само наличие вот этих двух разных названий приводит к такой путанице, которая до сих пор существует в сознании многих людей. Ну, например, довольно нередко приходится слышать такой вопрос, а чем отличается богоявленская вода от крещенской? Ну, мы с вами знаем, что в память об освящении воды Ордана, в котором выразилось не просто совершение крещения над Господом Иисусом Христом, но и вообще освящение всего водного естества. Церковь традиционная, и, надо сказать, с очень глубокой древности, первое упоминание о совершении водоосвящения относится вообще ещё ко второму веку по Рождестве Христовом. Вот в этот день традиционно церковь освящает воду. Надо сказать, что вода эта обладает особенными такими качествами, свойствами, и об этих свойствах пишет ещё в V веке великий учитель церкви, святитель Иоанн Златоуст. Уже тогда он отмечает ту чудесную особенность, которой обладает эта вода, что она может в течение очень долгого времени, даже двух или трёх или более лет, не портиться, сохраняться свежей, как будто только что набранной, ну и вообще обладает вот такой особенной, целительной, освящающей силой. Почитание этой воды было настолько велико всегда в христианской церкви, что мы и по сию пору пользуемся греческим выражением для её обозначения. Эта вода называется Великая Агиасма, то есть Великая Святыня. Агиасма – это и означает «святыня». И по традиции уже такой не то что многовековой, а двухтысячелетней православные христиане стремятся в этот день почерпнуть святую воду и благоговейно сохраняют её в своих домах. Ну, собственно, оговоримся сразу, что смысл почерпания этой святой воды состоит не в том, чтобы ставить над ней какие-то такие сомнительные, ненужные эксперименты, а сколько она может простоять в шкафу и не зацвести, и не прорасти какими-то зелёными водорослями. Нет, это совсем не то, ради чего мы эту воду набираем. Её всё-таки необходимо использовать, поэтому если у вас в шкафу есть какой-то давний такой запрятанный запас богоявленской воды, то не надо держать её там в забвении и проверять, насколько долго она может там сохраниться в своём первоначальном неповреждённом виде. Нет, воду эту нужно всячески использовать. Каким образом? Ну, по церковной традиции она употребляется натощак в небольшом количестве внутрь для освещения души и тела и для того, чтобы пользоваться ею в случае каких-то, в особенности, заболеваний и такого вот какого-то плохого духовного самочувствия. В этих случаях крещенская вода очень помогает. Ну, а, в общем-то, для того, чтобы подобных вещей не происходило, в принципе, полезно начинать своё утро, свой день с того, чтобы принимать небольшое количество этой геазмы, этой святой воды. Поэтому хорошо бы иметь запас достаточный и заранее примерно так его расчислить, чтобы того количества воды, которое вы наберёте, хватало для того, чтобы каждый день вы могли употреблять небольшое хотя бы количество этой воды. Также очень полезно окроплять этой водой своё жилище. Конечно, если делать это каждый день, то нужны очень большие запасы воды, чтобы можно было ежедневно совершать вот такое окропление. Но хотя бы иногда, хотя бы раз в месяц или раз в неделю полезно окроплять своё жилище вот этой самой боговленской крещенской водой. Для этого можно завести отдельную чистую кружку, пользоваться каким-то таким вот крапивом, либо приобрести крапиву, либо можно сделать так, как делали наши с вами советские люди, которым крапиву было взять негде. И вот верующие люди использовали для этой цели зачастую либо какой-то такой пучок высушенных трав по такой ветхозаветной традиции, окропившими сопом, либо практично использовали для этой, например, кисточку для бритья. Очень, надо сказать, удобно. В качестве такого небольшого крапильца можно подобный предмет использовать. Некоторые пользуются так называемой голгофой чёток, то есть таким тоже своеобразным крапивом, которое находится на конце чёток, если кто-то пользуется чётками. Ну, в общем, это уж дело вкуса каждого и возможности каким именно образом осветить своё жилище. Повторяю, для этого совсем не обязательно быть священнослужителем. Это может и должен делать любой православный христианин. И вот замечательным образом отец Кронштадтский объяснял необходимость вот таких краплений. Он вообще, надо сказать, посещая дома православных христиан, очень любил и вообще, как правило, если располагал временем, то всегда предварял какую-то беседу или молитву в каждом таком вот доме, приносимую отдельно за его жильцов, он предварял совершение водосвятного молебна и полностью окроплял всё жилище, куда его приглашали. Он объяснял необходимость этого таким образом. Он говорил, что вот когда мы живём в каком-то помещении, в каком-то пространстве, то наше дыхание, какие-то миазмы, естественные тела, они загрязняют окружающий нас воздух. Поэтому мы прибегаем к такому простому средству, как проветривание помещения для того, чтобы освежить находящийся в нём воздух. Подобным же образом, говорил отец Санкт-Кронштадтский, наша мыслительная, душевная деятельность своими греховными проявлениями также способствует тому, что духовная атмосфера наших жилищ подобным же образом загрязняется. Но, естественно, это загрязнение никоим образом нельзя удалить проветриванием помещения для того, чтобы очистить вот эту ментальную, мысленную, душевную, греховную нечистоту, окружающую нас в нашем пространстве. Как раз-таки отец Санкт-Кронштадтский и сам прибегал, и прочим людям настоятельно советовал пользоваться окроплением святой водой и периодически кропить полностью все свое жилище. Эта традиция окропления жилища является обычным установлением, например, для монастырей. В монастырях Афона раз в месяц обязательно совершается освящение воды и окропляются полностью, без исключения, все монастырские постройки, начиная от храмов и заканчивая келями, даже складскими помещениями везде проходит и ромонах с крапивом, с чашей святой воды и совершает вот такое вот окропление полностью всей обители. Во многих русских монастырях также эта традиция сохраняется, но мы можем тоже взять ее себе в качестве такого образца и примера и также совершать хотя бы раз в месяц, а лучше чаще, подобное окропление нашего жилища. Как я уже сказал, полезно для этого пользоваться крещенской или богоявленской водой. Есть ли разница между крещенской и богоявленской водой? Ну, как вы могли бы уже, наверное, догадаться, никакой разницы не существует, поскольку это одно и то же событие, один и тот же праздник, просто в силу таких исторических причин, имеющие вот такое двойное название. Ну, некоторые наши всезнающие старушки уверены, что богоявленская вода – это та, которая совершается в крещенский сочельник 18-го числа, а вот крещенская вода – это та, которую мы с вами получаем после литургии 19-го числа, когда совершается вторичное освящение воды. На самом деле это тоже такое, конечно, совершенно искаженное восприятие древней церковной традиции, почему существует вот такое двойное освящение воды, почему вода освящается и накануне в сочельник, перед праздником крещения или богоявления, и, собственно, в сам праздник. Ну, надо сказать, что в древних традициях и в Иерусалимской церкви, где впервые этот обычай появился, вода освящалась накануне праздника, богоявления. Почему? Во многом это было связано с тем, что в этот день совершалось крещение оглашенных. Ну, как мы с вами знаем, в древней церкви существовал такой институт оглашенных или оглашения. Некоторые так как-то имеют смутное представление о том, что это за оглашенные, опирающиеся на известное высказывание, кричит как оглашенный. Ну, на самом деле оглашенный – это и вообще оглашение – это обучение. Человека, который готовился к принятию крещения, сначала готовили оглашение, то есть обучением. С ним проводили особые огласительные беседы. Древняя традиция совершения и произнесения этих огласительных бесед сохранилась до нашего времени в одноименном труде святителя Кирилла Иерусалимского, в котором запечатлена вот эта практика проведения огласительных, то есть обучающих перед крещением бесед в древней Иерусалимской церкви IV века. Очень интересный, содержательный, надо сказать, источник вообще и по истории церкви, и по вероучению. И если у кого-то будет желание, рекомендуем с этой книгой ознакомиться. Поскольку многие люди желали вот этот великий праздник крещения и Рождества, то есть богоявления, встретить уже крещеными, то как раз-таки окончание вот этого периода оглашения, обучения в многих церковных традициях приходилось вот именно на день перед этим великим праздником. Поэтому освящалась вода и совершалось крещение оглашенных. Поскольку это был великий праздник для всех тех, кто принимал в нем участие, и поскольку сама вот эта освященная вода считалась великой святыней, то зачастую те, кто принимал участие в этом празднике, также погружались в священную воду реки Иордан, хотя это уже не было крещением как таковым, это было скорее вот таким символическим погружением в память того, как это совершалось с Господом нашим Иисусом Христом и многими другими кающимися, которые принимали вот это символическое погружение, крещение благодаря проповеди Иоанна Предтечи. Вот эта традиция, хотя и уже оторванная от обычая совершение крещения оглашенных, тем не менее, эта традиция освящать воду накануне праздника, она сохранялась во многих церквях, в том числе и в русской церкви. И только где-то уже с периода средних веков, в частности в 17 веке, в середине 17 века, окончательно в русской церкви утвердился обычай, по которому было принято совершать освящение воды дважды и в богоявлении, в богоявленский сочельник, и в сам праздник богоявления, то есть крещения в память о крещении Господа нашего Иисуса Христа. Что касается также вот каких-то таких околоцерковных суеверий, связанных со святой водой и неправильным ее употреблением, является такой тоже несколько странной обычай, которая иногда встречается у современных православных христиан. Обычай составления такого очень своеобразного коктейля, когда они считают, что если смешать богоявленскую крещенскую воду, то она приобретет особенную двойную силу. Некоторые в этом отношении идут даже дальше. Некоторые весьма ученые в этой области старушки советуют своим духовным чадам обойти в праздник богоявления и крещения семь храмов, везде собрать воду, смешать ее и получить просто сногсшибательный эффект, семикратно умноженный смешением крещенской, богоявленской воды, да еще и семи разных храмов. Ну, не знаю уж, какой эффект желают получить подобные составители коктейля Молотова. Не знаю, так сказать, к какому это приведет духовному взрыву в их жизни. Ну, в общем, очевидно, что подобного рода советы и якобы христианские традиции являются не более чем внецерковной или околоцерковной чушью. Между крещенской, богоявленской водой нет никакой разницы. В любом храме православной церкви освящение совершается по одному и тому же чину. Поэтому, если только вы не тончайший дегустатор разных вкусов воды, это смешение никоим образом не привнесет в саму святую воду никаких изменений, и уж тем более никоим образом не повлияет на ее духовную силу. На ее духовную силу скорее повлияет ваша вера в божественную благодать, которую получает вода благодаря освящению, где бы и как в православной, и в какой бы православной церкви оно не совершалось. Ну и то, о чем мы говорили, ваше стремление как можно более часто приобщаться к этому источнику святыни, к этой великой агиасме, которую необходимо не просто, так сказать, соорудить как какую-то особую такую вот чудодейственную настойку, эликсир, и хранить, но к целительной силе и освящающей силе, которой необходимо прибегать, как мы уже говорили, как можно более чаще с необходимым, требующимся для этого благоговением. Надо сказать, что вообще этот праздник богоявления относился и в русской традиции к числу одних из самых торжественно совершаемых празднеств. Все иностранцы, которые в это время посещают Россию, говорят о том, что богоявление совершалось здесь с величайшим размахом. Несмотря на самый лютый холод и самые лютые крещенские морозы, которые в XVII веке достигали такой силы по воспоминаниям очевидцев, что даже крутой кипяток, который наливали в чашу для освящения, моментально практически превращался в лед. Так что приходилось уже на третий раз, когда в чашу погружался крест, уже просто этот лед разбивать для того, чтобы совершить освящение. Тем не менее, наши предки в этот день, не пугаясь никаких морозов, выходили на лед рек, которыми наша земля была так богата, для того, чтобы совершить вот этот торжественный крестный ход на Иордань. Все наши реки в этот день превращались в подобие священной реки Иордан. Заранее делались специальные проруби, устанавливались шатры, устанавливались какие-то деревянные такие конструкции, благодаря которым можно было беспрепятственно подойти к краю проруби. В Москве это празднество совершалось на льду Москва-реки и тайницкие ворота Кремля имели также название «водяных ворот» или «водяной башни», поскольку именно через них торжественная процессия во главе с патриархом и царем выходила на лед Москва-реки, где уже выстраивались стрельцы и прочие оружные люди и куда съезжались в огромном множестве не только местные окрестные жители, но и просто гости столицы, как сейчас бы это назвали, со всех концов страны и даже из-за рубежа. Многие иностранные путешественники оставили нам довольно подробные красочные повествования о вот этих замечательных событиях, об этих величественных праздниках. Они говорят, что два праздника совершались подобным размахом, особенным в московском государстве. Это праздник Богоявления и праздник Входа Господня в Иерусалим. Патриарх Антиохийский Макарий упоминает о том, что все русские люди, несмотря на самый лютый мороз, который стоял в эти дни, все богослужения, начиналось оно утром, а заканчивалось уже ближе к вечеру, проводили с непокрытыми головами на любом морозе. Прежде, пишет Патриарх Макарий, над царями держали такую особую сень, балдахин, чтобы в случае, если падет снег, обезопасить царственную персону от того, чтобы его засыпало снегом. Но богочестивый царь Алексей Михайлович отказался и от этой свойственной одним лишь царям привилегий. Подобно своим подданным, все продолжительное богослужение на льду Москва-реки, он выставил открытый ветрам и снегу и говорил, что снег и холод это милость Божия, зачем же ограждать себя от такого благословения Божия. Вот совершенно удивительные черты психологии людей того времени. Совершались и погружения в освещенные воды Москвы-реки и других рек. Но надо сказать, что в то время больше был распространен обычай окропления богомольцев, хотя это было делом достаточно непростым, поскольку, как уже говорилось, чрезвычайно лютого мороза и сама вода замерзала прямо на крапиле, и одежды тех, кого крапили, начинали очень быстро напоминать стекло, и их приходилось просто ломать в руках, настолько они покрывались толстой ледяной коркой. Тем не менее, это не было препятствием для многочисленных окрестных жителей, которые именно к этому дню, как бы продолжая традицию древней церкви, привозили своих детей, младенцев на лед, на вот эти Иордане, и здесь в ледяных прорубях над этими детьми совершалось таинство крещения. Об этом говорит патриарх Макарий, ну, вернее, его сын архидиакон Павел Алепский, который сопровождал своего духовного и телесного отца и наставника, патриарха Макарий, в этом путешествии в середине XVII века в Москву. Другой путешественник Адам Алиарий пишет о том, что также в эти дни совершались крещения и других людей, которые уже были крещены. Адам Алиарий, будучи иностранцем, будучи протестантом, конечно, не очень понимал разницу между действительно крещением, которое совершалось, вот этот день, как мы говорили, в том числе и над младенцами, над детьми и всевозможными иностранцами, которые тоже во множестве, надо сказать, приходя к двору российского царя, принимали православие и также зачастую крестились именно в проруби накануне праздника Богоявления, крещения в Сочельник. Вот эти действительно крещения, совершавшиеся над теми, кто к ним приходил, он путается с обычаем погружаться в эти дни в ледяные воды Иордании, обычаи, которые мы с вами хорошо знаем и по нашему времени, и сейчас никакие морозы не могут, как правило, остановить русских любителей экстрима от того, чтобы погрузиться с, так сказать, с молодецкой удалью в воды Иордании, где бы она не случилась и вот это такое купание стало распространенной очень традицией нашего с вами времени. На самом деле это обычаи достаточно давний, древний, хотя в разное время церковь воспринимала его несколько по-разному и вообще надо сказать, что у этого обычая корни, ну, не то чтобы языческие, но связанные с вот таким особенным характером проведения святок на Руси. Дело в том, что поскольку в этот праздник в святке совершались народные гуляни, сопровождаемые всякими такими переряживаниями и прочими такими еще унаследованными от языческих времен обрядами такого культа плодородия, в общем, человек, который при этом был христианином, чувствовал, что ну и какое-то, может, иногда не вполне умеренное употребление горячительных напитков в эти дни и окончание рождественского поста, сопровождавшееся обильным разговением. Надо сказать, что действительно разговение в московском государстве в эти дни было, ну, просто таким каким-то праздником живота. Иностранцы вспоминают, что по всей Руси в последнюю неделю перед праздником Рождества проходили ярмарки, и продукты можно было купить по каким-то просто копеечным бросовым ценам. Все хозяева и хозяйки запасались к грядущему разговению продуктами, и Рождество и Святки превращались в такой праздник, в который в большом количестве употреблялось мясо и прочие скоромные продукты. Понятно, что к концу Святок человек уже начинал чувствовать какое-то внутреннее отягощение от такого порою не вполне неумеренного разговения, чувствовал, что несмотря на святость этих праздничных дней успел нагрешить, поучаствовал в каких-нибудь хождениях, ряженых и прочих забавах, и чувствовал потребность в очищении души и тела. Здесь-то как раз-таки очень кстати приходилось крещение. грешить-то грешить, грешить-то каяться-то каяться, и русский человек, недовольствовавшись каким-нибудь просто там кроплением, погружался в святую воду целиком, ну, чтобы уж наверняка избавиться от всякой скверной плоти и духа. Ну, будем ли мы осуждать наших предков за подобную традицию? Едва ли. Она вполне укладывается в особенности менталитета нашего народа, которому всегда было мало половины или четверти, и всегда нужно было все делать и получать целиком. Вот и здесь таким же точным образом человек стремился к такому максимальному очищению, максимальному соприкосновению со святыней. Нужно ли нам с вами сейчас придерживаться обычаев наших предков? Ну, пускай каждый ответит на этот вопрос для себя сам. На самом деле далеко, конечно, не всем подобного рода экстремальное очищение от грехов будет по силам, по здоровью. Напомню, что у многих людей с возрастом появляются проблемы, например, с сосудами, и немало случаев, когда человек погрузившись в воду с головою, в такое молодецкое удали, потом мучается мигренями, головными болями. И каждому здесь нужно представлять себе свою меру, свои силы, и самому смотреть, нужно ли ему погружаться, и как это делать. То, что это является, ну, по крайней мере, не вредным с учетом состояния здоровья для человека, подобное погружение в прорубь, это, в общем-то, конечно, бесспорно, и опять же, нашей русской традиции вполне удостоверено на протяжении многих лет. Ничего дурного в том, чтобы погрузиться в прорубь, на самом деле нету. Единственное, конечно, если человек это необходимо помнить, всю свою жизнь грешит, живет в общем-то в таком отрыве от церковной жизни, и надеется получить прощение грехов только лишь одним омовением вот таким вот экстремальным в крещении в проруби, то надо сразу сказать, что надежда это ложная. А уж тем более, если человек это, как мы зачастую видим, делает в состоянии подогретом винными парами, ну и после совершения этого символического погружения не применет также согреть себя определенные, а далеко не всегда умеренные дозы горячительных напитков. Ну, в общем, здесь в таком случае, к сожалению, будут правы те, кто говорит, что обычаи это скорее языческие, чем православные. В таком виде это действительно имеет мало отношения собственно к традициям, установлениям христианской церкви. Безусловно, вот подобное очищение в водах и Иордании имеет смысл тогда, когда человек и действительно очищает свою душу и тело покаянием, когда он приносит исповедь в своих грехах, когда он в праздник сначала идет и причащается святых христовых тайн, принеся покаяние в церкви, и уж, как сказать, дополнение такое приятное, может быть, но необязательное, совершает омовение, вот такое погружение в Иорданские воды, тогда это действительно вполне христианский обычай, служащий заколению духа и тела, служащий очищению духа и тела, являющийся своего рода таким преодолением себя ради приобретения какого-то духовного опыта и духовного очищения. Ну, в таком случае действительно это вполне приемлемые христианские обычаи. Если же человек ограничивается только вот таким ежегодным ржеванием, заплывом в ледяную воду и никоим образом это не влияет на изменение его жизни, изменение характера этой жизни, то, конечно, в общем-то это вряд ли принесет человеку на самом деле какую-то большую пользу и уж точно не приблизит его ко Христу. Об этом необходимо помнить всем тем, кто собирается на праздник крещения совершить вот это наше традиционное русское священное погружение воды Иордании, придет на берег реки или какого-то водоема для того, чтобы почерпнуть воду или окунуться в нее. внешнее необходимо должно являться выражение внутреннего. Если этого нет, то внешнее приносит человеку малой пользы. Поэтому сейчас всем тем, кто нас слышит, всем тем, кто собирается встретить этот замечательный праздник крещения, богоявления Господа нашего Иисуса Христа, мы пожелаем в первую очередь к этому внутреннему очищению и стремиться. А все какие-то внешние обычаи, обряды и какие-то традиции нашей с вами церковной и народной жизни прекрасные и замечательные в том случае, если сохраняется главное. Это-то главное верность рожденному и крещенному в эти дни в водах Ордани Христу, мы и желаем соблюдать и сохранять в святыне Духа и Тела нашим слушателям, которых поздравляем с этими великими днями, этим великим праздником. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!